Боже у них, ну... Надо развивать это, а у них плохого, чтобы они это слышали. Слышишь, уже ногти красены. У нас в лагере ни одна с сережками не зайдет. Даже родители. Сережки. Это Златоуст строго осуждает. Это не христианское. Ну а что плохого в сережках? А нам рассуждать-то не надо. Господь сказал, а что плохого? Если Господь сказал, теперь с кем спорить-то? Это пророк Исаия говорит. Ну вот я спрашиваю, что плохого. Это вопрос не ставится. Приняв христианство, ты принял все, что там положено. Ну я, например, и не знала, что нельзя сережки. Никто мне, например, я сколько прожила, я первый раз вот услышала. Цель-то какая? Какая-то цель должна быть этого? Ладно, там краситься. Цель, цель. Для чего ногти накрашивать? А чтобы... Для чего? Чтобы что? Родители разрешают. Ногти это тоже против того, чтобы в этом возрасте ногти красили. Так это есть. Но женщина красит губы. Для чего губы красит? Чтобы красивой быть. Красивой быть. А зато, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. Все. А Ефрем Ферин проще объяснил, чтобы завлечь чужого самца. Больше ничего здесь в этом нет. Иначе спорить буду, что ли? С кем спорить-то? Не, ну губы это понятно все. А тут-то все это... А это-то для какой цели? Для кого? Для себя. И пророк Исаия, Исаия, пророк в Библии, это сурово осуждает все. И поэтому спорить не приходится. А чего особенного, я говорю? Ничего особенного там, полбороды не полностью бриться, а полбороды. А Давыд в Иерусалим не запустил. Давыд, который Псалтир написал. И он даже не запустил в город своих слуг. Потому что полбороды нет, они были написаны обесчищены. И он сказал, Берихоне, живите в проклятом городе, пока бороды не отрастут. А мы идем в небесный Иерусалим. И нам это все равно... Что тут чувствуют? Ну если бы с рождения это все говорили нам наши родители, дедушки, бабушки, то бы, конечно, образ жизни был другой. Я, например, о Боге вообще ничего не знала, пока я замуж не вышла. Вот я пришла в их семью, я только тогда услышала. Это в 21 год. Вот. Я услышала о Боге, что... А так и никто ничего не знал. Я комсомолкой была, пять лет. Ну даже не знают, этим не оправдывается. Ну не оправдывается, да. В шахтах. Что никто ничего не учил этого. Один человек был верующий, Златоуст говорит, один в городе. На суде Божьем он всех осудит. Он нашел дорогу, и ты могла найти. А если бы говорили с нам с рождения, с детства, то, кто уже что-то нам привили, что какой-то страх был, это... Богом не дано нам... Я тоже в 21 год уверовал, попал на занятия, а до этого жил среди неверующих. Точно так вот. Родители были неверующие. Откуда знали, что всегда... Ну, Варвара великомученица, слышали? Конечно. Мне никто ничего не говорил. Она смотрела только на звезды, на луну в замке. Отец ее так сохраняли, девственно. Смотрела и приходила к выводу, кто же это все сотворил. И она все время размышляла о величии Божьем. И Бог послал к ней проповедника. Жаждущий напьется, ищущий на ходе, стучащему отворит. Что, никогда не задумывались, откуда деревья, откуда плоды, какой сам человек, как глаз смотрит, ухо как-то слышит. Какое диво. Как? Даже я тоже ничего не слышал. Не слышал, у нас не было. Я в 23 года услышал. Но в это время жил в доступной мне сфере в страхе Божьем. Белье может оторвать даже. Да, поснимаем. Ветер пошел сильно. Дождь будет, наверное. Вот я сейчас говорю, какие чувства-то у них. Я же не знаю. Если бы они были в лагере, где-то у меня, разговор был бы другой. Но я тут там. Взять вообще могу сказать. Господь призывает человека. Ну, говорите, они пусть слушают. Говорите все как надо. Вот они пусть послушают. Это вот у меня дети такие. Вот дети. Я за них отвечаю. Я за них несу моральную ответственность. Перед Богом нравственную и уголовную перед законом. Это сорок лет. Сорок лет я вожусь с детьми. Это между делом, между прочим, что остальное делают. Мне всегда говорят, это тебе зачем? А я даже вопрос от него. Как зачем? Да дети это все. Ну, я вот не поняла. Дети это из Барнаула приезжают или только дети из Потеряевки. Из Барнаула и Потеряевки у нас были в лагере. А раньше приезжали из Одессы, из Грузии. Откуда они знали, что там есть такое? Ну, знали, знали как. Когда держава в Великой СССР была, тогда это было проще проехать издалека. Из Тюмени, с Ишима. В Германии. Такую даль в СССР. В Германии приехали к винить крещенников. Услышали? Господь распространяет. Вот, знаете, от Калининграда услышал, помог даже деньгами. Дети брошены. Они ничего не знают. И дети эти делаются посмешищем для родителей, позоров. И другого не может быть. Вот один раз услышали, вот я разговаривал, я вижу страх Божий. Она сразу потихоньку сняла сережки свои. А куда мне ее здесь? Да выброси в туалет. Пошла и выбросила. Все на этом кончилось. Ну, кому не отдавай, потому что это позор. Это не нужно. Она делается жертвой. Жертвой делается. Сейчас же проповедуется культ тела. Тело ногишом выставляется. И как его облагородить? О душе вообще речи нет. Вы видите, это откуда? Да это враги христианства все сеют. Такая одежда, украшения, красица. Враги Христа это сеют. Мы просто не задумываемся даже, откуда все это идет. А душа, то, что бессмертно, о ней человек не думает вообще. И дети тоже не думают. Душа вечная, бессмертная. Это называется стерва. Вы никогда не подумайте, о чем оно написано. Уголовник освободился, идет. А в это время бабка тут не смотрит за внучкой. Внучке 6 лет. Они ее украшают, там бантики, сережки, все сделали, накрасили где-то. Она тут же попалась ему. Он наизгалялся над ней, и провод лежит у нее, задушил, и хворостом прикинул. Когда вы поймали, что же ты сделал-то так-то? А зачем на нее так украсили? Стерва. Маленькая, а уже туда тянет. Вот и все. Я оправдываюсь их где-то. У нашей девушки, которые одеты по-христиански, в лагере даже бывают такие, ребята бывают, где-то с кем-то там пошутят, говорят там с людьми, но которые одеты по-христиански, она занималась. Такого же возраста, 12 лет, ни один не подходит. Он сядет, сидит, слушает. Это видно, что он вольно себя ведет. Ну, в лагерь беру, я не такие глубоко верующие, лишь бы признавали, что Бог есть. Это от нас зависит. Это не нужно. Ну, давай исполнись. Это все надо соскоблить и выбросить. Богу это не нравится. Главное, Богу это не нравится. Богу не нравится, и ты к этой красоте, которую Бог тебе дал, ты ничего не добавишь. Вот я говорю, картина художника Репина, там, Воснецова, ну, ты же не будешь подкрашивать, ты же понимаешь, что у тебя нет таланта. Бог сотворил, оно живое, оно прекрасное. Глаза такие на высоте, брови такие, нет, выщипывать что-то, делать, подкрашивать. То есть, несогласие с Богом, подправить Бога. Понимаете, куда это идет? Вот бороду сбрить мужчина, или ты там подкрашиваешься. Это несогласие с Богом, спорить с Богом. Мы Божьи, и поэтому ничем не надо украшать, ты украшай себя добродетелями. Вот во сколько встаете утром? Мы? Полдвенадцатого. Видишь, какой вопрос? Мы? А дальше еще встаем. Полдвенадцатого. Встаем. А потом третий вопрос. Утром? То есть, конечно, утром встаете вы. Я скажу, что не раньше семи, а то и позже. У меня дети... Полдвенадцатого, Игорь Михайлович. У нас же каникулы, лето. У нас каникулы, я про каникулы говорю. В лагерь-то. Всегда пойдем в пять утра. В школьное время всегда в восемь, а баба... Но в девять они уже могут спать, или полдесятого. Меня бабушку на порог не пустят, если я прыду в шесть часов разбужу. Вот так. В пять. Утром холодно. Бабушка сама пусть встанет. Бабушка сама пусть встанет. Упаться. Они здоровые все, у меня никто не болеет из ребятишек. Вообще. Поздно ложимся, и поздно встаем. Вот это сегодня я хотел сказать. Неудобно вроде сказать-то там. Подлив, который, наверное, сделали с собакой. Он не пошел ей. Какой подлив? А, этот рыбный? Я не знал про это. Все, что съел, все поправил. Так она съела же. А? Съела, вы же принесли полупустую чашку. Вот все вырвала. Да? Да, первый раз я видел, чтобы ее вырвала. Все абсолютно. Все. Все, да. Она не идет, значит. Да там у вас сильно густая была. Там непонятно, что у вас было в чашке. А вот как раз она густая, так и есть. А вот еще по поводу одеяния, Игнат Тихонич, я скажу. Вот с Таврополя мы проехали и в Южные Республики туда. И сразу, как вот в глаза бросается, как они одеты. Одной в шортиках нету. Нет, не все. Есть. Есть. Ну, видите, вот на остановке стоят девушки, девочки и благочестивое платье. Как будто православные из церкви вышли. Наши православные. Понимаете, это как воспитывают. То есть это в семье воспитание. Благочестие. И главное, это реплях не пристает. У них это вообще не принято. Даже никак. Даже показывают фильм, взяли его в плен, мальчишка, он там, ну, помогал свеченцам-то. Ну, у тебя не будет девушка, он говорит, у нас это не положено. Вот так. И весь, они целомудренно воспитывают. А это шпана одна. А в Ставрополье сразу раз заехали, смотришь, вот в шортиках она. Идет. Там шортики, трусы. Ну, вот, да. То есть сразу резко. Вот русские и нерусские. Конечно, у них тоже там обмерщение, но не настолько. Не настолько, как у русских. Русские вообще никаких нравственных ориентиров, как Осипов говорит. Все, разложение полнейшее. Вот так. А начинается все с семьи. Так, Виктор, не забудь хлеб убрать. Хорошо. Я повторяю еще.